Всем привет! Это i2Hard и в этом видео поговорим о новых видеокартах. Тема по сегодняшним временам очень смелая, но компания NVIDIA утверждает, что нашла способ вернуть видеокарты геймерам, а самим видеокартам адекватные цены. Выход продуктов среднего ценового сегмента традиционно организуется позже топовых ускорителей, и вот настал черёд GeForce RTX 3060. Раздобыть экземпляр для тестов не просто как с финансовой, так и с организационной стороны вопроса. Этапы отрицания, гнева и торга позади, эмоциональные переживания тоже, и вот у нас на руках две RTX 3060. Одна от Palit, другая от Gigabyte. Как и многие из вас, наша команда возлагает большие надежды на 60-ю линейку, и есть за что. NVIDIA обнародовала встроенную защиту от майнинга именно в этих картах. О нюансах этой защиты поговорим позже, а сейчас разберёмся со стендом и соперниками в тестах. В качестве ближайшей карты по индексу в новой линейке выступит RTX 3060 Ti от Asus в исполнении TAF. Как ориентир из прошлого поколения, будем использовать и на 3D 2070 Super. А из Tana AMD возьмём Radeon RX 5700 XT. В 6000 серии прямого соперника ещё нет. Sapphire Nitro Plus, да ещё и с RGB-вентиляторами, это топовый вариант. Но IT что-то попроще не получилось. 3060 Ti тоже в одном из лучших исполнений. Стоит иметь это в виду при оценке результатов. Более простые реализации могут быть медленнее на процент или даже несколько процентов. Основой тестового стенда выступят Asus Crosshair 8 Formula и 16-ядерный Ryzen 9 5950X с разгоном по CCX. Две планки по 16 гигабайт оперативной памяти на частоте 3800 МГц и настроенными таймингами. Выпуск подготовлен с поддержкой e-каталог. Выбрать комплектующие под свои задачи, а главное отследить их цены и наличие в магазинах, можно с помощью этого сервиса. Фильтры не дадут запутаться в огромном количестве наименований. Например, видеокарты можно отсортировать по используемому чипу, объёму памяти, производителю или даже разом сосредоточиться только на поддерживающих современный интерфейс PCI-Express 4.0. Из множества предложений можно выбрать лучшее по цене и оформить долгожданную покупку. Если обратиться к сравнению технических характеристик используемых карт NVIDIA, то сразу бросается в глаза слишком большая разница между обычной RTX 3060 и TI-версией. Во-первых, для карт используются разные основы. Чип GA104 для TI и младший 106 для обычной. SM-блоков у новинки меньше почти на треть, а вместе с ними ядер CUDA, RT и тензорных. Кроме этого, уже шина доступа к памяти, а разница в блоках растеризации совсем неприличная. 80 против 48. Да, на бортной памяти у 3060 в полтора раза больше, 12 ГБ. Но сможет ли это преимущество реализоваться в итоговом значении FPS в игр? Фактически, если считать PSM-блоков, то 3060 позиционируется в терминах прошлой линейки чуть ниже RTX 2060 не супер. А 3060 TI между 2070 и 2070 супер. Такое сравнение не очень корректно, но показательно с точки зрения разницы в оснащённости кристаллов. Сама NVIDIA позиционирует видеокарту как большой шаг в производительности, именно если считать от 2060 не супер. И это наверняка так, но прошлогодние релизы приучили нас к большему. На этой тревожной ноте переходим к тестированию. Watch Dogs Legion 1080p, ультра пресет настроек, встроенный тест. Карты без разгона. RTX 3060 демонстрирует уровень производительности очень близкий к 2070 супер. Даже немного уступает по среднему FPS. 3060 TI безоговорочный лидер. Разница между соседями по модельному ряду достигает 25%. 5700 XT держится молодцом и обходит новинку. А заодно и своего конкурента из прошлой линейки. Следующая игра Cyberpunk. А может даже и Cyberpunk 2077. 1080p, впечатляющий пресет графики. Поездка по городу на автомобиле. Снова 2070 Super и 3060 близки по среднему уровню FPS, а 3060 TI серьезно впереди. В очном противостоянии TI-версия сохраняет преимущество более 20% по всем показателям. Родион на уровне и лишь по очень редким событиям уступает 2070 Super и RTX 3060. Red Dead Redemption 2. 1080p максимальный пресет. Прогулка по городу. Удивительно, насколько удачно подобраны соперники для 3060. Что 2070 Super, что 5700 XT показывают очень близкое количество демонстрируемых кадров в секунду. Плюс-минус пару FPS в зависимости от игры. Правда, мы еще не добрались до трассировки и прочих самых свежих технологий. Ну и их очередь настанет. Отрыв 3060 TI от преследователей сокращается до почти 15%. Call of Duty Black Ops. 1080p, HD текстуры, близкие к максимальным набору настроек. Вьетнамские будни американских солдат легче даются RTX 3060 по сравнению с 2070 Super. 3060 TI значительно производительны любой другой карты в сравнении. А от не Титаниум версии ее снова отделяет более 20%. В качестве эксперимента включим в тест сравнение в Warzone. Причем на киберспортивных настройках. 1080p, конфиг близкий к тем, что используют серьезные игроки. И вот тут 3060 обеих версий демонстрируют близкий уровень. Естественно он уже в большей степени определяется возможностями процессора. Загрузка 3060 TI ниже, чем у версии без TI в названии. Свободные мощности видеокарт могут быть полезны при стриминге. А вот 2070 Super и 5700 XT нагружены по полной. Их результат ниже, что удивительно на фоне предыдущих игр. Следующая игра Assassin's Creed Valhalla 1080p. Пресет графики самый высокий, встроенный тест. Карты NVIDIA по злому уроку или не менее злым намерениям разработчиков не могут полную силу развернуться в этом проекте. Но поведение в таких условиях тоже интересно. Разница между зелеными видеокартами значительно сокращается. 2070 Super немного обходит 3060. 5700 XT, эффективно использующий все мощности, ожидаемо впереди. Кстати, вторая температура в строке мониторинга видеокарты – Hotspot, совсем недавно ставший доступным для наблюдений у NVIDIA. Horizon Zero Dawn 1080p, пресет наивысшее качество, пробежка по лесу. 3060 незначительно опережает 2070 Super, но и отставание от 3060 Ti на уровне 20% тоже на месте. Radeon финиширует вторым. Расклад в играх без трассировки при разрешении Full HD примерно понятен. 3060 очень близка к 2070 Super. При этом энергопотребление меньше и, соответственно, требования к охлаждению. Ограниченное время на тестирование не позволило полномасштабно исследовать все возможные режимы использования. Но несколько игр в разрешении 1440p все же будут. Watch Dogs Legion. Те же ультра настройки. 3060 почти на уровне 2070 Super. Но до заветных 60 FPS ни одна из них не дотягивает. А вот 3060 Ti справляется с этой психологической отметкой. 5700 XT с ростом разрешения теряет свое преимущество. Horizon Zero Dawn. Наивысшее качество. 3060 Ti все так же сильно впереди обычной 3060. Около 25% преимущества по всем параметрам. 2070 Super и RTX 3060 идут вровень и почти настигают 5700 XT. В 1440p зеленые карты чувствуют себя увереннее. Прежде чем перейдем к тестам с трассировкой лучей, хотелось бы напомнить, что в начале года NVIDIA анонсировала скорое внедрение поддержки Resizable Bar, что даст прямой доступ процессору ко всему объему памяти видеокарты. Ранее подобные технологии обзавелись новой видеокартой AMD, и в некоторых играх это дает хороший прирост FPS. RTX 3060 должна была стать первой видеокартой NVIDIA с поддержкой этой технологии. Но упоминаний об этом в новом драйвере нет. Тем не менее, проверим. А вдруг есть и работает. Red Dead Redemption 2 отлично откликалась на расширенный доступ к памяти в тестах Radeon. Но с 3060 разницы нет никакой. Другая игра, явно положительно откликавшаяся на активацию Resizable Bar, Assassin's Creed Valhalla. Но и тут нет и намёка на работу технологии. Видимо, время ещё не пришло. Может, в следующей версии драйвера появится поддержка. Что ж, переходим к самому интересному. Как 28 арти-ядер нового поколения покажут себя в сравнении с 40 прошлого? Именно такая разница в изнащении 3060 и 2070 Super. Radeon 5700 XT по понятным причинам выбывает из соревнования. Call of Duty Black Ops Cold War. Все три пункта, отвечающие за трассировку в положении Ultra, DLSS отключен. Остальные настройки те же, что и раньше, включая HD текстуры. 1080p. Качество бьёт количество. 3060 немного, но опережает 2070 Super. А без лучей всё было наоборот. 3060 Ti на солидные 20% опережает всех. Watch Dogs Legion. Отражение в положении Ultra. Игра уже намекает, что 8 гигабайт может оказаться мало. Отлично, вот и посмотрим. DLSS отключен. Встроенный тест не демонстрирует каких-либо проблем у карт с 8 гигабайтами памяти на борту. Теоретически, если увеличить немного разрешения, то объём памяти станет уже проблемой для 2070 Super и 3060 Ti. Но если свериться со счётчиком кадров, то такая затея не кажется разумной. Значения FPS у 2070 Super и 3060 уже близки к консольным. Впрочем, и 3060 Ti не может похвастаться особой плавностью. Теперь включаем DLSS в положение баланс. Ведь именно для таких тяжёлых режимов эта технология и задумывалась. Расклад сил не меняется, но 3060 покоряет отметку в 60 кадров в секунду в среднем. Отличный результат. Споры о качестве конечной картинки можно вести бесконечно. Кто-то видит ухудшение, кто-то нет, но рост производительности не заметить невозможно. В Киберпанке сразу замахнёмся на максимальный пресет качества графики, а DLSS выключим. Уровень FPS близок к полученному в Watch Dogs при аналогичных настройках. 3060 достигает 40 средних кадров в секунду и обходит 2070 Super. 3060 Ti привычно далеко впереди всех, но и она не добирается до заветных 60. Теперь DLSS в положении сбалансировано. Кадров отрисовывается значительно больше. 3060 уже штурмует 70 FPS в среднем. 3060 Ti уходит выше 80. Разрыв меньше, чем без DLSS, но всё равно очень внушительный. Собственно, кроме совсем необычных игр вроде Valhalla, показатели карт в разных дисциплинах складываются в закономерность. И можно сделать какие-то выводы по игровой производительности новинки. RTX 3060 не снабжена поражающим воображением количества вычислительных блоков, но демонстрирует хороший уровень FPS, близкий к 2070 Super из прошлого поколения. С трассировкой лучей немного обходит, а без неё иногда отстаёт. Если сравнивать с Radeon 5700 XT, то тут тоже почти паритет, если принять внимание топовое исполнение от Sapphire. Естественно, пока дело не доходит до трассировки, DLSS и подобного, что в 5700 не реализовано вовсе. Другое дело, что эти карты – дела давно минувших дней, а вот пропасть между 3060 и 3060 Ti вызывает недоумение. Вроде разница наименования только в Ti, а в процентах наберётся на полноценную разницу в цифре или даже чуть больше. Дальше будет про различия карт от Гигабайт и по лид, и немного про разгон. Но сперва немного синтетики и производительности в рендер-бенчмарках. В Indigo рендере новые чипы смотрятся внушительно. Несмотря на номинальное отставание в вычислительных блоках, 3060 обходит 2070 Super за счёт качественного обновления архитектуры. 3060 Ti лидирует и почти на 30% опережает версию без Ti в названии. Всё как и должно быть по характеристикам. В бенчмарке Blender 2.91.2 возьмём две разные сцены. При рендеринге на CUDA ядрах сцены Classroom 3060 опережает 2070 Super, а вот в более сложный Victor уже отстаёт. Не совсем понятно, что конкретно является причиной провала. Может невозможность именно в этом бенчмарке задействовать весь потенциал новых CUDA ядер с параллельными потоками вычислений. При использовании OptiX таких сложностей нет, и закономерная расстановка всех трёх участников теста от NVIDIA. Вообще, некоторые задачи в профессиональных приложениях могут стать тем самым местом удачного применения всех 12 ГБ памяти на 3060. Работаю с графикой как пример. Теперь несколько слов о конкретных картах. Обе видеокарты выглядят очень неплохо. Видно, что нацелены в доступный сегмент, но всё сделано качественно. По одному разъёму дополнительного питания 8 пин, чего хватит с запасом. Аппетит у карт очень умеренный. Тем не менее, охлаждение добротно сделано. Аж три вентилятора у ГБ и два, но побольше диаметром у Polit. Теплотрубки, двухсекционный радиатор – всё в наличии на обеих картах. Крайний вентилятор продувает радиатор насквозь. Печатные платы укороченные, причём у Polit Dual совсем компактные. Бэкплейт у ускорителя от Polit пластик и совсем без вентиляции тыльной стороны печатной платы. У Гигабайт материал бэкплейта похож на металл. Есть вентиляционный зазор, но какие-либо термопрокладки отсутствуют. Гигабайт гейминг декларирует прямой контакт теплотрубок и чипа, что не самый лучший вариант, но для 3060 вполне достаточно. Для Polit такой информации нет. Карты не разбирались, чтобы сохранить товарный вид и ускорить возможную продажу в будущем. Ну, если вам интересно, дайте знать. Можем попробовать найти карты ещё нескольких производителей и устроить большое сводное тестирование. Ради такого случая пломб не пожалеем. Любопытно, что у Polit лимит энергопотребления по умолчанию выше, чем у Гигабайт гейминг, но по мониторингу это значение в стресс-тестах идентично. Заводской разгон у гигабайтовской карты выше. В стресс-тесте 3DMark Time Spy Extreme, 3 комнат на около 25 градусов, обе карты стабилизировались на почти одинаковой температуре чипа около 65 градусов. Показания HotSpot тоже равные. По шуму лидера выявить проблематично. Тут 3 вентилятора, но поменьше, а тут побольше диаметром, но 2. В сумме акустический комфорт сравнимый. На тщательный разгон времени совсем не осталось. Запись ведётся буквально в день выхода видео. Ну, допустим, пристрелочный плюс 150 МГц по чипу и плюс 1000 МГц по памяти покорились обеим картам. Правда, лимиты отличаются. Для Полит плюс 6% и 190 Вт итоговых. А у Гигабайт можно отодвинуть ползунок до 212 Вт. Как результат, свобода по потреблению позволяет карте Гигабайт буститься далеко за 2000 МГц, а у Полит лимит 190 Вт ограничивает результат. Причём у Гигабайт гейминг ещё остаётся простор для небольшого повышения напряжения. А вот для достижения аналогичных частот карте Полит Дуал понадобится значительно более удачный чип. Теперь немного о майнинге. Так получается, что этот способ использования видеокарт сегодня определяет цены и доступность в магазинах. Новость о намерении добиться компании NVIDIA попадания новой 3060 именно в руки геймеров вселила большие надежды в наши сердца. Преобладающая в компании видеокартами криптовалюта Ethereum не может полную силу добываться на RTX 3060. Производительность на этом алгоритме искусственно снижена вдвое. Что автоматически должно снизить и привлекательность видеокарты для майнеров. Только другие алгоритмы, менее прибыльные, но всё равно способные приносить электронную валюту, никак не пострадали. Естественно, как и в рендеринге, 3060 отстаёт в майнинге от 3060 Ti. Но не так драматично. Вот расчёт производительности некоторых алгоритмов без дополнительных оптимизаций и разгонов. Да, мы не спецы, наверняка есть какие-то твики и специальные версии майнеров, но даже нам видно, что результаты RTX 3060 не безнадёжны. Точно стоимость, затраченная на вычисление электроэнергии, отбить можно. При некоторых изменениях в курсах валют или благодаря внезапному взлому защиты 3060, они могут стать такими же единорогами на полках магазинов, как и все другие актуальные и не очень игровые карты. Уж рекомендуемая цена точно под угрозой, но стоит верить в лучшее или, по крайней мере, осторожно надеяться. В любом случае, банальная популярность карты будет зависеть от цены и доступности, как никогда актуально. А на этом всё. Всем видеокарт по рекомендуемым ценам и исполнения других более насущных желаний. И да, если сравнение реализации 3060 разных производителей вам интересно, не забудьте об этом нам сообщить в комментариях. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!